Сегодня я покажу тебе все заброшенные места в Брукхейвен. Итак, ребята, это будут вообще те места, которые у нас очень редко кем-то используются, никому нафиг не нужны в основном, не обязательно должны быть какие-то старые места, ну, какие-то убогие, разрушенные, это могут быть абсолютно новые места, которые хорошо выглядят, но они, к сожалению, никому не нужны. Поехали, наверное, в первое место, которое абсолютно заброшено в Брукхейвен, хотя таковым оно не выглядит, но оно, к сожалению, никому не нужное, заброшенное, и, наверное, вы поняли, что это Брукхейвен Стейблс, да, то есть конюшня. По факту здесь нихрена нет, с этим никто никак не взаимодействует, если только отыгрывать РП, ну, как его, типа, отыгрывать? Короче, наверное, вы поняли, здесь вообще ничего нет. Блин, я не знаю, зачем тут вот эта вот штука, чтобы копать? Не знаю, может, я сейчас какой-нибудь секрет выкопаю, но нет, походу. Очень очень жаль, кстати. Я не знаю, ребят, но это реально абсолютно заброшенное место, его никто не использует, то есть даже раньше амбар, вот этот вот красный, он тоже был заброшенным, но после того, как там появились секреты, когда там появилась кнопка, он стал более востребованным, да, то есть рано или поздно люди все равно туда приходят, поэтому заброшенным я его назвать не могу. А вот это место действительно заброшенное и нафиг никому не нужное. Такие места, как таунхолл, больница, полиция и даже файер-стейшн не могу тоже назвать заброшенными. Мы, в принципе, часто используем эти места для чего-то. Что не могу сказать, к сожалению, о таких местах, как айс-крим или хэр-нэйлс. Я, к сожалению, о таких местах ничего сказать не могу, даже, смотрите, аркейд-клаб вот этот мы используем, потому что тут есть очень интересные баги, то есть мы можем играть, превращаться в зомби, тут можно еще багаться с мотиком. Что есть в айс-крим? Ничего. Мы никак не взаимодействуем с этим, тоже никак сюда не заходим. То же самое, что в нейлс, нейлс и хэр. Здесь мы тоже нифига ничего не делаем, хотя здесь есть прикольный баг, но он настолько старый, баг с мотоциклом, мы тут сюда заезжали, как-то багали, чтобы спина ломалась. Это уже настолько старый какой-то баг, то что мы его просто не используем и никак не пользуемся всем этим. А гросс-рестор такого сказать не могу, потому что я очень часто вижу там, как играют ребята, да, если я захожу на общий сервер, да и сама тоже частенько туда забегаю, потому что там можно как-то повзаимодействовать с продуктами. Это, в принципе, одна из таких главных и важных точек в Брукхейвен. Рок-стар, потому что Рок-стар действительно заброшенное, блин, место. Всю одежду мы выбираем в инвентаре, здесь мы не выбираем абсолютно ничего. Мы сюда не забегаем, мы ничего тут не делаем, тут нет никаких секретов. С этим никак не повзаимодействуешь, а все, что есть из одежды здесь, есть у нас в инвентаре. И зачем нам специально бежать в этот магазин, если мы можем просто зайти в инвентарь, не сдвигаясь с места и просто выбрать ту же самую одежду, которая у нас есть в этом магазине. Поэтому это место реально заброшенное. Как и Dentist. Несмотря на то, что Dentist и Shelter тоже появились относительно недавно, ну как бы нет, они появились, конечно, давно, я не знаю, может быть, больше, чуть больше года назад, вот так вот. То есть этим местам нету двух лет, короче, вы поняли, о чем я. Здесь ничего нет, никаких секретов, здесь ничего не происходит, здесь никакой движухи. И то есть если играть, ну здесь только РП отыгрывать, понятное дело. Мне кажется, ребята, которые отыгрывают РП, в основном с врачами, в основном чаще всего, наверное, бегут в больницу куда-то. Сюда я не вижу, чтобы кто-то часто заходил. Ребят, напишите, если заходите сюда, я лично такого не вижу, как и в Shelter. Shelter это вообще, блин, несмотря на то, что он переехал, сменил локацию, чуть-чуть изменился, но он все равно такой же никому, блин, ненужный и такой же вот с такими секретами, с такими же секретами, ни с чем больше, короче. Shelter реально, блин, заброшенное место, никому не нужное и сюда редко кто-то заходит. Поэтому мы сейчас направляемся в следующее место, мы сейчас направляемся на почту. Это еще, блин, одно заброшенное место, к сожалению, потому что здесь нет никаких секретов, вообще ничего. Мы тоже никак с этим не взаимодействуем, мы даже никак не играем, там, я не знаю, в почтальона. Я не знаю, играть в почтальона такое себе, конечно, типа посылки разносить. Ну, я не знаю. Но, в принципе, место интересное, но, к сожалению, оно заброшено. И если бы в Ульфпак добавил сюда какие-то секреты, а мне кажется, на почту можно столько интересных секретов добавить, то это бы место было как-то более востребовано. И сейчас я еду в следующее место. Оно тоже, к сожалению, заброшено. С ним тоже, к сожалению, никто никак не взаимодействует. И это место было популярным только, ну, получается, когда оно появилось. Сейчас это место уже никому, к сожалению, не нужно, и его никто никак не использует. Кстати, сейчас уже почти лето наступило, точнее, нет, уже наступило лето. И мне, знаете, что, ребят, кажется, что Ульфпак скоро вернет нам горку, которая была у нас в прошлом году. Я просто в этом уверена на 100%, что, может быть, это уже случится со дня на день, когда выйдет новое обновление. Дальше, что могу сказать еще. Здесь у нас это Summer Camp. То есть это, блин, место никак... А, кстати, оно так и называется Summer Camp? Нет, оно больше не называется Summer Camp. Оно теперь никак вообще не называется. Ну, ладно. Но это место никто никак не использует. Несмотря на очень интересный секрет здесь, вот с этой куклой, которая у нас в Дизастер Пак появляется как привидение. Эта кукла реально суперстремная, боже. И какой-то странный секрет с этим зеркалом и с этими кубиками, что, когда мы нажимаем здесь сзади на вот этот краешек, у нас меняется цвет кубиков. Я не знаю, зачем Вульфпак это добавил, но давайте сейчас попробуем посмотреть. Смотрите, вот сейчас на кубике. Будем видеть, как меняется их цвет. Вы, наверное, поняли, что это достаточно интересные секреты. Но, несмотря на все это, я очень-очень редко вижу здесь хотя бы каких-то людей. К сожалению, здесь также никого, блин, нет. И меня это немножко расстраивает, потому что место реально клевое. И здесь есть реально прикольные секреты. Есть еще вот этот вот секрет с появляющимся пауком, рандомно появляющимся в разных углах. Я сейчас его, конечно, нигде не вижу. Или, кстати, да, я его сейчас нигде не вижу. Наверное, слава богу. Да, я очень рада этому. Как бы сейчас с этим местом вообще никто никак не взаимодействует. К сожалению, ребят. Напишите, насколько часто вы появляетесь в этом месте в комментариях. Ну, а я, наверное, хочу показать какое-нибудь последнее местечко, которое у нас в Брукхевен заброшено. К сожалению, на самом деле, у нас заброшено очень-очень много мест здесь. И я даже не знаю, почему. Наверное, из-за того, что Вульфпак не добавляет в них никакие секреты. Он просто добавляет какие-то локации, которые со временем становятся просто заброшенными. Не знаю, я лично только такую причину вижу. Больше я не вижу никаких абсолютно причин, почему эти места вообще как-то заброшены и никому не нужны. И вот сейчас я как раз хочу, наверное, показать еще одно такое заброшенное местечко у нас в Брукхевен, с которым, к сожалению, никто не взаимодействует. И, наверное, вы уже догадались, что это Клаб Брукс. Хотя нет. И, наверное, вы уже догадались, ребята, что это вот это вот место, да, вот это Modeling Agency, Party Planner, Low Office, да. И с этим местом никто тоже никак не взаимодействует. Нет, тут нет никаких секретов. Тут нет вообще нифига интересного. То есть это только, конечно, для РП, если кто-то отыгрывает РП. Но здесь в основном, мне кажется, Брукхевен все ищут какие-то секреты, что-то разгадывают, но никто не отыгрывает РП. Хотя... Хотя нет, я не права, здесь отыгрывают РП, конечно же. Но в этом месте я редко вообще каких-то людей вижу, когда захожу на общий сервер. Раньше таким местом был и Клаб Брукс, но после того, как тут появился вот этот злосчастный диван, это место стало чуть более востребованным. Короче, Вольфпак должен добавить абсолютно в каждое место по секрету, и тогда каждое место будет более востребованным и менее заброшенным.